Хотели разбогатеть, а остались долгами. Карагандинки утверждают, что стали жертвами финансовой пирамиды, процветающей в нашем городе. Их вовлекли в компанию, якобы занимающейся электронной коммерцией и обещающей большие заработки. В итоге женщины остались долгами перед банком. Подробнее в репортаже. Каждый день они звонили, писали, давайте встретимся, кофе попьем, чай попьем, поговорим. То есть компания QNET, очень хороший бизнес, карта путешествий, хороший заработок. По информации Википедии, компания, в которую привлекли этих карагандинок международная, продают средства личной гигиены, товары для дома, курсы, часы, туристические пакеты и многое другое, следует из официального источника. Также там сказано, что компания обвинялась в построении финансовых пирамид. В Иране эти обвинения привели к закрытию филиалов компании и аресту ее членов. Ее деятельность была пресечена правительственными агентствами в Канаде и Азербайджане. Однако этой информации в компании рекомендуют не верить, а верить в себя и в то, что уже через короткое время можно распрощаться с работой, начать путешествовать. Деньги, что называется, потекут рекой. Я говорю, для того, чтобы войти в компанию, что нужно? Нужно вложить деньги. Какие деньги? Деньги, в общем, 1 миллион, там что-то 750 тысяч, но мы вам сделаем по акции, если хотите, вас запишем, вашего сына, родственников еще лучше. Денег нет, естественно, пошлите в банк, банк Каспийский. Сейчас все одобрит. Они сопровождают. Идешь в банк, когда банк деньги выдает, они сопровождают так же, чтобы такие, как мы, не ушли домой. В итоге Лариса оплатила вхождение в компанию свою и сына. Теперь она должна банку больше миллиона, как и Ирина. 685 тысяч кредит. Отдать я должна буду Каспийскому банку миллион пятьдесят. Я помнилась, уже через полтора месяца, вступив в эту компанию, я поняла, что я останусь без работы. Как они говорят, не работайте на дядю, а они на кого работают. Регулярно нужно посещать офисы, где собираются такие же, как и они, независимые партнеры. Слушать тренинги о чьих-то успехах и придумывать свою успешность. Выставлять в соцсети фотографии у дорогих машин и желательно с деньгами в руках. Все это, чтобы завлечь очередных членов, ведь прибыль зависит от количества привезенных людей. Выходит, просто люди рассказывают, как они разбогатели за год. Но разбогатели они или нет, это очень большой вопрос, потому что там я богатых не видела. Чисто даже внешне, по обуви, по одежде, по сумочкам. Люди в попытке вернуть вложенные деньги, погасить кредиты, говорят женщинам, бросают учебу и работу, уговаривают друзей, знакомых и родственников вступить в компанию. Мы пытались связаться с местным руководством в Караганде, но они отказались давать интервью, отослав нас в алматинский офис. А то, что люди не зарабатывают, означает, что они плохо работают, говорят в центральном офисе в Алматы. И добавляют, что на рынке Казахстана они уже 10 лет и совершенно легально. Таких, как Лариса и Ирина, не сумевших заработать много, и они боятся показывать лица. Меж тем, именно коллективные обращения позволят разобраться с деятельностью компании. Карагандинцы сталкиваются с работой пирамид, наверное, стабильно хотя бы раз в год. Обычно по какой-то финансовой схеме какую-то фирму, каких-то людей конкретных начинают привлекать к уголовной ответственности. Я бы, в принципе, изначально людям, которые все-таки хотят столкнуться с такими фирмами и работать с ними, советовал изначально досконально изучить репутацию этой фирмы, изучить ее в разных источниках, изучить принцип работы данной фирмы. Если все-таки хотят рискнуть, сотрудничать с подобными фирмами. Но, в общем, если вы видите в работе данной организации признаки финансовой пирамиды, лучше, конечно, для себя отказаться. Сложно доказать самохищение, потому что определенным лицам в пирамиде все-таки деньги отдаются, возвращаются. И они будут довольны, и они будут защищать даже эту самую компанию. Илья Махлов говорит, что если вы уже попали в такую ситуацию, то не нужно отчаиваться и опускать руки. Нужно обращаться в органы полиции с заявлениями. Статья 179 Уголовно-профессуального кодекса запрещает, к сожалению, регистрацию таких заявлений, но за исключением случаев, когда не имеет массовый характер подобные заявления. То есть одному человеку обратиться будет практически нереально, только если вместе собираться всем пострадавшим от деятельности данных компаний. Когда мы обратились с заявлениями и в областную прокуратуру, и в районную, сказали, да вы что, они еще до сих пор существуют. На сегодняшний день 22 офиса существуют, люди идут туда, зомбированные люди. То есть в итоге вот на сегодняшний день уже дело возбудили уголовное. Наша суть, крик души, чтобы люди не боялись, чтобы люди шли, присоединялись к нам. Чем больше нас будет, тем быстрее дело сдвинется. Мы хотим, чтобы нам вернули деньги, и мы хотим спать спокойно, чтобы рассчитаться с банком. Никто, они сами люди эти несчастные, которые в этой компании. На наш запрос в Департамент внутренних дел Карагандинской области был дан следующий ответ. На ваш запрос от 27 августа 2019 года сообщаем, что следственным управлением Департамента полиции Карагандинской области расследуется уголовное дело, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований от 20 июля 2019 года по факту мошенничества со стороны сотрудников компании QNET. Ирина Вобещевич, Берик Кошанов, Наталья Зайц, 5 канал.